Проехал на самокате в неположенном месте. Штраф. Обновленные правила дорожного движения действуют в России уже больше двух месяцев. Теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и аналогичный транспорт – это средства индивидуальной мобильности, так называемые СИМы, которые могут быть использованы лишь в определенных местах. Сегодня сотрудники ГИБДД проверяли, как соблюдают новые правила. Кстати, в Воронеже такие рейды стартовали первыми в стране. На средствах индивидуальной мобильности разрешено ездить по тротуару, вело и пешеходным дорожкам. Если ничего из перечисленного нет, то по проезжей части, но только при условии, что водитель старше 14 лет. В городе в основном тротуары везде, поэтому если самокатчик едет по магистрали, ему положен штраф. Чаще всего нарушение – это выезд на проезжую часть при наличии тротуара либо пешеходной дорожки. Штраф предусмотрен 800 рублей. А если данные нарушения в состоянии опьянения совершены, штраф предусмотрен от 1000 до 1500. Пересекать дорогу водители СИМов обязаны по пешеходному переходу, предварительно спустившись с самоката, равно как и велосипедисты. Передвигаться могут не быстрее 25 км в час. Как правило, электросамокаты, сдающиеся в краткосрочную аренду, быстрее и не разгоняются, а вот частные вполне способны. Не пугают люди, которые разгоняются быстро на этих самокатах? Есть такое, особенно когда ты ходишь, поэтому мы стараемся ездить медленно, потому что ходят дети. Спасибо. 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 Спасибо.